В эфире репортера новости в студии Инна Усова. Здравствуйте. Коллегия судей Малиновского районного суда, которая рассматривает дело о беспорядках в центре города 2 мая 2014 года, произошла замена. Вместо Сергея Журика, имеющего проблемы со здоровьем, электронная система выбрала Алексея Старикова. Защита посчитала судью ангажированным и ходатайствовала об отводе. Подробности в сюжете Константин Гречанова. Защита ходатайствовала об отводе нового судьи в коллегии Алексея Старикова, ведь он участвует в коллегии судей по делу Александра Посмитченко. Если в данном деле по беспорядкам 2 мая Посмитченко свидетель, то в том, где судья Стариков председатель коллегии, Посмитченко обвиняемый. Таким образом, по мнению защиты судья не сможет быть объективным в обоих производствах. В том деле, где Посмитченко является обвиняемым, он отвел двух наших защитников, это Каркищенко и Прилепский, отвел на основании того, что они участвуют в защите наших интересов уже в этом уголовном производстве. Соответственно, судья Стариков не может принимать по закону участие в данном судебном производстве. Однако, по мнению коллегии, в отношении судей данная норма не действует. Ходатайство было отклонено. В статте 85 КПК Украины передбачен вичерплений перелик обставин, что выключают участь суддей в криминальном управлении. Действительно, судья Стариков приймає участие криминального проведения по обвинению Посмитченко, который является сведением в криминальном управлении. Однако, при судовом розвитии данного проведения суддя участие не прийму. Посилание защитника Прилепского, что судья приймав решение про обвинение о завучении его как представника потерпелых и участие суддей в подготовченном заседании, также не может служить подставами для отвода, так как это не предпочено статтями 75 и 76 КПК Украины. Прокурор также поддержал отклонение ходатайства. По мнению обвинения, решение суда вполне законно. Я считаю, что данная ухвала является законной, подстав для законных подстав для отвода суддей нет. Судья Стариков, оскільки он не принимал ранее участие в данном криминальном управлении, у него есть право на ознайомление безпосередньо с материалами криминального проведения, которые находятся в распоряжении коллеги суддей. Им было использовано такое право и перенесено судовое заседание на завтра. Завтра, 18 ноября, судьи будут решать вопрос о продлении меры пресечения для обвиняемого Соколова, который почти два с половиной года находится в СИЗО. Напомню, месяц назад суд продлил ему меру пресечения на 30 дней, а другим обвиняемым, давно содержащимся под стражей, на 60. Коллегия судей посчитала, что в отношении Соколова уменьшились риски побега или влияния на свидетелей. Обвинение же настаивает, чтобы обвиняемый остался под стражей. Константин Гречан и Владимир Ивжич, телеканал «Репортер». Глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров назначил исполняющим обязанности начальника Одесской таможни Алексея Василенко. При этом он добавил, что в январе 2017 года будет объявлен открытый конкурс на должность руководителя Одесской таможни, а также назвал работу бывшего руководителя таможни Юлия Марушевской неудовлетворительной. Роман Насиров, глава Государственной фискальной службы. Это назначение связано с тем, что Марушевская перестала выходить на работу. Для обеспечения бесперебойной работы таможни я издал приказ, чтобы обязанности руководителя таможни исполнял Алексей Василенко. Для избежания неоднозначности ситуации хочу заявить. В таком виде заявление об увольнении неприемлемо. Марушевская заявляет, что увольняется из-за давления и торможения реформ. За все время работы мы даже не увидели плана этих якобы реформ. Вячеслав Грациотов в пятый раз дал показания в суде. Он вновь рассказал, как происходили события шестилетней давности и заявил, что его действия были самообороной. Напомню, все это время дело рассматривают в суде. Сторона обвинений пытается доказать, что Грациотов превысил норму самозащиты, обороняя себя и свою девушку от хулиганов. Он достал нож и ранил одного из них. Рана оказалась смертельной. Анна Граденцева далее. Мне все время не давали подняться с земли. И Савко уже к этому моменту поднялся и, схватив меня за волосы, у меня были ледяные волосы, бил ногами в голову. Теперь его трудно назвать неформалом. За годы рассмотрения дела у него изменилась прическа и стиль одежды. Вячеслав Грациотов вновь дает показания. От ударов у меня вообще начало тьметь в глазах. В какой-то момент я понял, что надо как-то их отпугнуть. Нужно что-то сделать. И я достал нож, который у меня находился на поясе. За шесть лет эту историю судей Грациотов рассказывает в пятый раз. Говорит его девушку и его самого. Избивали два подвыпивших парня за нестандартную внешность. От безысходности он достал нож. Не знал, что рана окажется смертельной для одного из парней. Говорит, не целился, а бил на отмашь. Какая траектория была? Просто в сторону. Я его достал в сторону. Вот так вы сказали? То есть справа налево, так? По-моему. Я говорю, меня били, и я начал терять сознание. Я это сделал как смог. Адвокат отца погибшего запретил снимать его в зале заседания. Но нам удалось записать его вопросы подсудимому. Скажите, а для чего вы на себе двумя волосы? Интересный вопрос. Нравилось? А вы предполагали, что их наличие может спровоцировать людей на вопросы? Нет, я живу в свободной стране, я могу ходить, как захочу. В следующий раз дело рассмотрят 24 ноября. Тогда в зале выступят свидетели. По материалам дела их не менее 8 человек. Но Грациотов боится, что уже никто не придет. Уже прошло очень много времени, уже больше 6 лет прошло с того момента. И эти люди ходят из разу в раз в судебные заседания, дают одни и те же показания, им сдают одни и те же вопросы. Им просто надоело. И прошло столько лет, кто-то уже уехал, кто-то женился. Но тем не менее в зале суда покажут то самое видео, снятое очевидцами. Доказательство того, что Грациотова и его спутницу посреди белого дня в центре города повалили на землю и избивали. Анна Граденцева, Анастасия Кричко, телеканал Репортер. Фасад Одесского морвокзала приведут в порядок до конца года. Об этом в ходе своего визита в Одесскую область сообщил вице-премьер-министр Украины Владимир Кистеон. По его словам, на данный момент отставание по сроку сдачи работ составляет 2 недели. Ранее их глава Одесской таможни Юлия Мрушевская заявляла, что реконструкция фасада затянулась по вине фирмы-подрядчика, которая потребовала дополнительных денег на ремонт. На любом объекті є відповідний график виконання робіт. И те обсяги робіт, которые были предпочены проектно-кошторисной документацией, и графика виконання робіт, то есть внутричные, они практически закончены в полном обсяге. Залишилось решить вопрос облаштования фасаду. На данный момент проектно-кошторисная документация практически на завершении. Есть визитывание по терминам около двух недель, але я переконаний, що администрація морських портів України справиться з поставленою задачою і до нового року буде влаштований і фасад, який запроєктований, який узвочений безпосередньо і митною службою, і администрацією, і администрацію морських портів України. Також в ході робочого визита вице-прем'єр-министр посетил облавтодор і остался недоволен состоянием снегоуборочной техники накануне зимы. Міністр пообіцяло, що правительство знайдет средства на обновлення парка спецтехники. Абсолютно не задоволений, тому що ви вже прекрасно бачите, що практично та техніка, яка підготовлена до забезпечення зимового утримання автомобільних доріг, це техніка, термін якої експлуатації вже досить немалий, це техніка, яка практично в більшості відпрацювала всі нормативні терміни експлуатації, і ми розуміємо, що нам потрібно для того, щоб забезпечити відповідний результат, серйозно оновлювати технічні засоби. Далі Владимир Кістіон відправився на Одеську ІТ, в состоянию яке произвело на чиновника угнетающее впечатлення. Він відмітив, що підприятие потрібне в срочній модернізації. По-перше, це технічний стан обладнання, який на даний час експлуатується, який потребує максимальних зусиль персоналу, для того, щоб забезпечити його робочий стан, це перше. Я знаю, що є проблематика безпосередньо в взаємодоноснах ТЕЦ і компанії «Накнафтогаз» в плані заключення договорів в обсяг газу, який безпосередньо споживає даний об'єкт, під обсяги виробітку електричної енергії. Це питання системи, це питання не тільки цього об'єктів, це питання всіх таких об'єктів. Я думаю, що це одне із завдань, над якими нам потрібно працювати і знайти правильність рішення. В Аведіопольському районному совєте вице-прем'єр взял під контроль ситуацію з субсидиями, які не виплачувалися містним жителям з мая прошлого року. После сміни начальника містного управління судзащиты людям почали оформляти документи. 4300 домогосподарств вже перераховані і отримують субсидії. Близько 200-300 ще не оброблені, але до тиждень-два і ми їх опрацюємо, і люди отримують всі свої субсидії. Нашумівшу тему с финансуванням скорої допомоги. Прокомментировали мэр Одесы Геннадий Труханов і глава бюджетной комісії облсовета Евгения Абрамова. Вони ссылаються на отсутствие полной отчетностей о нуждах і растратах со стороны Департамента здравоохранення і соціальної захисты облгосадміністрації. Евгений Абрамова отмечає, що робота скорої допомоги буде знаходиться на грани остановки до тех пор, поки директор Департамента здравоохранення облгосадміністрації Татьяна Криває не подпишет соответствуючі документи о розпределении средств. На данный момент счета Департамента облгосадміністрації заблокированы. Сейчас же автобаза отпускает бензин в долг, но в случае отказа скорая помощь просто остановится. Сегодня в Одесе и Одесской області сложилась критическая ситуация по роботе скорой помощи. Связана она с безграмотным руководством Михаилом Саакашвили і його так называемой командой. В результате этой работы і реформу, в кавычках реформ, которую вони проводили, ситуація доведена до критической. Связано це з тим, що фінансування, козначається, заблокировало счета облгосадміністрації. В результате того, що вони просто не розуміють, що таке отчетність, що таке роботи по закону, що таке фінансова дисципліна. Вопрос о том, що на роботу цих служб недостаточно средств в бюджеті, возник летом. С лета комісія здравоохранення Одесського областного совета пыталась добиться от профільного департамента, Департамента здраво- і соціальнах захисту населения Одесской облгосадміністрації, необхідні розчеты. Є бюджетний кодекс України, який предполагає, що для виделення яких-либо средств із бюджета, потрібно обосновати ці расходи. В Одеський воєнний госпіталь доставили 13 раненых бойців АТО з Днепра. Із них трое з тяжелими ранениями. Там воєннослужащим була оказана первична допомога для підготовки к перелету в Одесу. Об'ємні на своїй страниці в фейсбук написав волонтер Андрей Танцюра. Неравнодушні грожані можуть помочь одеждою і лекарствами. Одеські правоохранители розблачили одного із участників розбойного нападення. Полицейські установили, що злоумішленник вместе з двумя соучастниками проникли в квартиру частного предпринимателя. Угрожая, вони зв'язали шнуром от пылесоса хозяйку, которая в це время находилась дома. После этого похитили 3000 доларів і золотой кулон. Одного із розбойників правоохранителям удалось задержати по горячим следам. При об'ємні у нього обнаружили драгоценности, отмычки і огнестрельне оружіе. Открыто уголовне производство. Зача задержанний знаходиться під стражей. В Хаджибеевське отделение полиції поступило сообщение о том, что по улице Маловського на одну із квартир було совершено розбойное нападення. Незамедлительно выїхав на місто происшествия, сотрудниками полиції було установлено, що в одну із квартир, в той час, коли там находилась 42-летня хозяйка квартиры, проникли двоє лиц кавказської національності, які під угрозою применення оружія завладели денежними средствами, а також ценностями, які знаходились в даній квартирі. 20 ноября в Одесі стартує всеукраинський проект «Собери подарок сиротей» по іниціативі фонда «Добрый самарянин». Он направлен на сбор подарків для дітей із інтернатів і приютів, малообеспечених семей, інвалідів, дітей-переселенців. В Одесі в рамках данной акції буде відкріто около 40 пунктів збору в різних районах города. У всіх желаючих є можливість посмітрати фото дітей в групі проєкта і в соцсетях, і узнайти, який именно подарок вони хотіли б отримувати. За прошлй год було собрано около 1500 іменних і 2000 общих подарок. Проект реалізується вже п'ятий год. За це час к нему присоединилися десятки городів по всій Україні. В той или иной мере эта акція проходит в різних городах, тому ми раді тому, що вона може жити. Для нас, як для організатора в цій акції, це дуже важливо, щоб цей проект жил і мався, такі положительні действи в обществі, влияло на людей, зміняло людей, тому що кожен, хто присонялся к цьому проєкту, показував, що йому не безразлична судьба кого-то в цьому мірі. А в частності, ми говоримо о дітях-сиротах і о дітях із малообеспеченних семей. В Одеській консерваторії відкрився конкурс вокально-хорового іскусства «Перлина моєї країни». В вокальному состізанні примут участие 17 музикальних коллективів із 6 городів України. Конкурс проводиться середі юніорів, тому на нім представлено участники до 20 років. Вокальний праздник продліться ще три дня і завершиться в воскресенье. Такой конкурс проводиться впервые, однак организатори надеються превратити його в традицію. «Перлина моєї країни», «Перлина моєї країни», «Перлина моєї країни». То, що сьогодні зарождається конкурс, який посвячен юним даруванням, який становиться на путь освоення цієї прекрасної мисії, цього прекрасного іскусства, це бача честь, це бачий труд, це бача заслуга. Конкурс посвячен пам'яти легендарного хорового дирижера і музиканта Анатолія Авдеєвського, тому послушать молоді коллективи пришли і почитателі музикальної школи-композиторів. Анатолій Діюфович Авдеєвський був перший одеситом, займався у нас в училище, в консерваторію, він наш. І він потрясаючий продовжальний школи великої, тож в мире такого не було, школи Константина Пегрова. Ми сьогодні покажемо кілька наших произведеньів, з котрими ми їздимо регулярно на конкурси, буде дуже интересно. На цьому у мене пока все. Эту і інформацію ви можете знайти на нашому сайті, зайдя по адресу reporter.ua. Увидимся.